Воспитанники городского интерната для детей коренных народов Севера завершили учебный год и отправились в родные стойбища. К своим семьям в места традиционного проживания улетели 33 ребёнка. Их перевозку осуществили двумя специальными вертолётными рейсами. Первый полёт в район реки Надым, второй полёт будет организован в район озера Пикото и озера Симпотото. Улетит у нас 16 ребятишек. Вторым полётом мы организуем доставку 17 ребятишек. В течение учебного года дети тундровиков обучаются в школах, детсадах и живут в интернате. Для семей, которые проживают в сотнях километров от цивилизации, это единственная возможность дать образование своим детям. Мне больше нравится жить в лесу, потому что там моя семья и оленята, олени. Там очень весело. А какие планы на лето? Ну, ездить на велосипеде, рыбачить, смотреть на оленя. Я очень жду встречи с родными и скучаю по им. Какие у тебя планы на лето? Чем планируешь заниматься? Позаплачу, где-то будет охотиться, учить охотиться. А на кого охотиться будете? На уток. Через несколько часов полета долгожданная встреча с родными и близкими. Впереди у детворы лето в Ямальской тундре. И уже через три месяца девчонки и мальчишки вернутся в город и вновь сядут за парты. Добавим, что всего в этом году в интернате проживали 63 воспитанника. Для сдачи государственной итоговой аттестации в городе остались два выпускника девятых классов. В следующем году учреждение планирует принять 66 детей. Шесть дошколят приедут в интернат впервые.